Я не обаятельный, у меня нет харизмы, я могу просидеть целый вечер в компании, уйти, никто не заметит того, что я исчез, и никто обо мне не вспомнит потом. На меня не обращают внимания, когда я что-то говорю, меня не слушают. Такие жалобы я слышу время от времени от людей самых разных занятий, разного возраста, разного социального положения. 7 способов расположить к себе любого человека. Я дам сегодня. А зачем располагать другого человека к себе? Посудите сами, все в этой жизни мы получаем от других людей. Деньги, славу, почет, уважение, дружбу, любовь, секс. Человек – существо социальное, и нам принципиально важно, это в нашей природе, получать отклик от группы, частью которой мы являемся. Нам важно, как оценивают нас окружающие. Ну и в конце концов, наше движение к счастью и успеху проходит через взаимодействие с другими людьми, через кооперацию с ними. И понятно, что для того, чтобы построить такую кооперацию, построить такие отношения, нам необходимо входить в новые отношения, открывать новые контакты или использовать уже установленные. Что значит расположить к себе человека? Это означает вызвать в нем желание к сближению, вызвать в нем желание слушать, воспринимать, взаимодействовать с вами, участвовать с вами в общем деле и помогать вам в случае необходимости. А располагать к себе людей – это просто навык. Навык, относящийся к системе коммуникативных навыков. Любой навык – это развитая способность. Эта способность есть у каждого из нас. Все, что нужно, – это добавить умение. Да, я знаю, у многих людей проблемы с коммуникацией. Родители не учили в школе, не прививали в университете. Тоже этому не уделялось внимания. Получается, как получается. Я хочу быть правильно понятым. Навык располагать к себе людей – это не какая-то исключительная функция, которая доступна только единицам людей, добившимся максимальных успехов. Это абсолютно нормальная базовая компетенция человека – умение расположить другого к себе. Что бывает, если этого умения нет? Конечно, сложно устанавливать новые связи и контакты, без которых трудно прийти к новым результатам. Вам будет некомфортно в любой ситуации, где будут незнакомые люди, в любой новой ситуации с людьми. Вы будете чувствовать себя немного не в своей трелке, оно вам нужно. Давайте работать над этим, это несложно. Коммуникативные навыки называют навыками будущего. Давосский экономический форум каждый год публикует топ-10 навыков. И вот из 10-ти три навыка относятся так или иначе к коммуникации. Там отдельно выделяются презентационные навыки. Я дам пять ключевых навыков будущего в ближайшем интенсиве. Запишитесь на него по ссылке в описании к этому видео. Встретимся там, а сейчас займемся развитием способности располагать к себе других людей. Я дам семь действенных инструментов. Итак, первый. Первый навык прост и, возможно, вызовет у вас улыбку. И это очень хорошо, потому что он заключается в том, чтобы улыбаться. Нет, это не универсальный совет. Улыбайтесь, и все у вас получится. Дело в том, что улыбка является сигналом. Сигналом безопасности. Именно поэтому люди, которые намеренно осваивают инструменты, с помощью которых хотят манипулировать другими людьми, первое, что осваивает, это улыбку. Зеркальные нейроны в лобных долях коры головного мозга заставляют нас повторять мимику нашего собеседника. И улыбка вызывает улыбку в ответ, а вслед за улыбкой легкий импульс расположения. Научитесь улыбаться непринужденно, искренне. Потренируйтесь у зеркала. Вы скажете, да я улыбаюсь сто раз на дню. Да, вы улыбаетесь, когда эмоционально реагируете на тот или иной фактор. Но когда вы чувствуете напряжение, когда вам нужно вступить в коммуникацию, вам не до улыбок, а улыбаться нужно. Научитесь. Я учился этому специально. Как? Секрет. Ладно, расскажу. В моих руках фотография, на которой я, естественно, Маршал Голдсмит и Алан Пис. Это Казань, где мы выступали с этими двумя суперпрофессионалами мирового уровня и фотографировались с ними, ужиная накануне нашего выступления. И Алан Пис, автор книги «Язык тела», обратил внимание, он говорит, послушай, посмотри интересную вещь, ты нигде не улыбаешься на фотографиях. Вот мы с Маршалом Голдсмитом прилетели из Америки, летели больше 10 часов, преодолели джек-плак, разницу во времени, мы плохо себя чувствуем, но мы улыбаемся жизнерадостно. А ты, человек, который пролетел всего-то каких-нибудь 3 часа, почему-то выглядишь, как будто ты самый усталый из нас и самый мрачный. «Улыбайся». Я говорю, ну как, это же неестественно. Он говорит, хочешь научу? Как это делать, когда ты ничего не чувствуешь? Представь себе человека, который не курил целый день и очень хотел закурить. И вот он наконец-то выбежал на улицу, жадно прикурил и затянулся. Как он это сделает? Он говорит, вот представь себе, что ты тот человек, который жадно закуривает и тянет дым через, или что там, воздух через зубы. Он говорит, и вот просто эту мимическую маску зафиксируй и прибегай к ней всякий раз, когда тебе нужно улыбнуться в ситуации, когда улыбаться совсем не хочется. Урок от Алана Пиза. И, кстати, улыбка получается без напряжения, естественно, и глазки тоже улыбаются в этом случае. К слову, наука говорит, если вы улыбаетесь даже через силу, то у вас улучшается настроение. Это работает. Второй способ. Какая у человека самая любимая тема? У любого. Конечно, он сам. И обстоятельства его в жизни. Проявляйте искренний интерес к нему. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы о том, чем он занимается, чем он живет, какие у него хобби, увлечения, где он взял тот или иной аксессуар, который вы у него увидели. Заинтересуйтесь его часами или ручкой, или дизайном его визитной карточки, которая оказалась у вас в руках. Поинтересуйтесь, но искренне. Если это будет деланный напускной интерес, это очень быстро станет отдавать фальшию. Самый любимый звук любого человека – это звук его имени. Если даже в детстве вам ваше имя не нравилось, тем не менее, когда к вам обращаются по имени, у вас происходит ответный эмоциональный импульс. Ужасно, когда ваше имя произносят с ошибкой или называют вас другим именем перепутав. Особенно сосредоточьтесь, когда человек произносит вам свое имя. Если вы не уверены, что услышали правильно, попросите его повторить. Вслушайтесь, переспросите, если не уверены. Как человек с необычным именем, я, наверное, как никто другой, сталкивался с тем, что мое имя писали через «о», неправильно ставили ударение, или вообще называли меня Ростиславом, Радомиром и как угодно иначе. У нас, кстати, в команде, в офисе была однажды такая история, мы получали больше 600 запросов в год на мои выступления и прочие активности. И просто, если имя мое указано неправильно, на это письмо вообще не отвечали, просто игнорировали письмо. Ну, выучи сначала, как Радислава зовут, хотим пригласить Ростислава выступить у нас в городе. Все, да, свидос. Я отношусь к этому снисходительно, я привык, я отвлекаюсь и на Родиона, и на Ростислава, и на Радомира, на Радослава. Ну, сам виноват, ну, кто тебя заставлял носить необычное имя? Бедненькие люди, был бы ты Сергей, Игорь или Олег, всем было бы проще. Ну, а так, это наша общая карма. Четвертый способ расположить бронебойный. Ни у кого нет к этому иммунитета. Каких бы высот не добился человек, будь он хоть четырежды звездой, он эмоционально реагирует на эту вещь. При условии, что она произносится искренне, по делу и отражает реальный факт. Это комплимент. Здорово, если комплимент относится к той области жизни, которой получить его человек не ожидает. Явно красивая женщина, несомненно, тысячи раз в своей жизни получала разные комплименты своей красоте. Но мало кто отметил интеллект, находчивость, чувство юмора, потрясающий ли вкус, с которым она одевается или подбирает аксессуары. Комплимент тем сильнее, чем он неочевиднее. Условие одно, комплимент тоже должен быть искренним. Если вам не нравится то, о чем вы говорите, а вы говорите, что нравится и что это классно, не сработает. Пальше чувствуется и отталкивает человека от вас. В каждом человеке, в его действиях можно найти, что похвалить. Знаете ли вы, что в каждом из вас есть система распознавания свой-чужой? У нас врожденное недоверие к чужакам, к людям, которые на нас максимально не похожи. И легче расположить к себе человека, с которым нас многое связывает. Ну, понятное дело, что в пределе это наш знакомый или родственник. Мы с ним чувствуем себя максимально комфортно, в полной безопасности. Но когда в комнате появляется совершенно другой человек, другого пола, возраста, другого роста, другого темперамента, занимающийся в жизни совершенно другим, нам очень трудно чувствовать себя комфортно с ним. Найдите точки соприкосновения. Найдите, что вас сближает. Особенно, если вы кое-что знаете об этом человеке. Расспрашивайте его о хобби, и по вам может оказаться, что вы увлечены одним и тем же делом. Это сократит между вами дистанцию. Наличие сближающего элемента автоматически создает ощущение безопасности в вашем окружении. И тут легко будет сделать переход на шестой пункт. Он заключается в том, чтобы делиться личным. Когда вы демонстрируете доверие человеку, вы вызываете ответное доверие, несомненно. Тут знайте меру, конечно. Если вы слишком залезете в свою интимную жизнь, в свои боли, проблемы, наверное, будет сложнее строить коммуникацию. Но вы можете вполне делиться обстоятельствами своей семейной жизни, своего прошлого, повторю, в разумных пределах. Это создает атмосферу доверия и желания делиться в ответ. Ну и, наконец, седьмой пункт будет ровно наоборот. Знайте личные границы. Не будьте слишком настойчивым, не давите. Очень многие люди, которые хорошо начали, и вроде бы так пошло-пошло, потом раз вызвали отторжение, потому что они слишком нахраписто взялись за то, чтобы развивать эти отношения с человеком. Будьте деликатны, как в медленном танце. Будьте максимально деликатны. Танцуйте танец с новым человеком. Не давите, а касайтесь. Это семь инструментов, о которых вы можете забыть в процессе реальной коммуникации. Но запомните, что ваша задача – создание теплой атмосферы. Будьте теплым. Будьте теплым по пластике движений. Будьте теплым в голосе, будьте теплым во взгляде. Будьте теплым в словах и выражениях, которые вы используете. Создавайте теплую атмосферу. Я это рассказываю не потому, что мне хочется дать вам инструменты, с помощью которых вы можете повелевать миром, манипулируя реакцией людей. Я хочу, чтобы мы жили в теплой атмосфере друг с другом. Я хочу, чтобы мы дружелюбно относились друг к другу. Я хочу, чтобы мы сотрудничали, дружили, любили друг друга и помогали друг другу. Подписывайтесь на канал. Канал поможет вам становиться лучше и создавать такую атмосферу, при которой другие люди будут тянуться к вам.